МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Поздравление от первых лиц. 6 апреля президенту Аслану Джане исполнилось 60 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственная служба социальной поддержки детей и семей оказывает помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Наш репортаж о необходимости создания кризисного центра для детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МКДЦ как инструмент внешней политики Абхазии. Состоялось заседание Межгосударственного совета СНГ по конгрессной и выставочной деятельности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 апреля 60 лет исполнилось президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжане. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжане с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится. В России вас знают как последовательного сторонника упрочнее отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и совместной работой на благо дружественных народов России и Абхазии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко поздравила президента Абхазии Аслана Бжане с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится. В Совете Федерации единодушно поддерживают проводимый вами курс на расширение дружественного и конструктивного диалога между Россией и Республикой Абхазии. Пристальное внимание мы уделяем развитию межпарламентского диалога, являющегося важнейшим инструментом укрепления двусторонних отношений. Уверена, что в непростой международной обстановке Россия и Абхазия будут поддерживать друг друга, а братские связи между народами наших стран расширяться и крепнуть. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил президента Абхазии Аслана Бжане с днем рождения. В поздравлении говорится. Хотел бы отметить ваш значимый личный вклад в упрочение отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Республику Абхазии. В развитии решений, принятых на высшем уровне, укрепляется сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в различных областях. Убежден, что дальнейшее наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазии. Дмитрий Медведев поздравил Аслана Бжане с днем рождения. В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазии, основанного на принципах союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что и в будущем российско-абхазские отношения останутся синонимом надежности, взаимовыручки и конструктивного диалога, будут способствовать решению совместных задач в области поддержки мира и стабильности в Закавказье. Говорится в частности в поздравлении заместителя председателя Совета безопасности России. Поздравили президента Абхазии Аслана Бжане с юбилеем также первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалеев и посол Российской Федерации в Республике Абхазии Михаил Шургалин. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и министр экономического развития России Максим Решетников. Состоялся телефонный разговор президента Республики Южной Осетии Алана Гоглоева и президента Абхазии Аслана Бжане. В ходе разговора Гоглоев поздравил Аслана Бжане с 60-летним юбилеем. Президент отметил большой вклад Аслана Бжане в развитии и укреплении отношений, дружбы и сотрудничества между Республикой Южной Осетии и Республикой Абхазии. Аслан Бжане поблагодарил Алана Гоглоева за поздравление, выразил надежду на то, что в ближайшее время президентам братских республик удастся встретиться в столице Абхазии – Сухуми. В числе поздравивших президента Абхазии Аслана Бжане с юбилеем спикер Народного собрания Парламента Республики Лаша Ашуба, чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Алхаз Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, политические партии Айтейра и Народный фронт Абхазии, ректор Абхазского государственного университета Олег Угварами, уполномоченный по правам человека в Республике Асида Шакрыл, секретарь Общественной палаты Республики Абхазии Гули Кичба. Республики Асида Шакрыл, секретарь Общественной палаты Редакция службы новостей Абаза ТВ также присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес главы государства. Мы желаем президенту Аслану Бжане крепкого здоровья и успехов на столь непростом и ответственном поприще управления страной. Министр иностранных дел Абхазии Инна Лардзенба и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД Михаил Богданов обсудили на встрече двустороннее сотрудничество в рамках взаимодействия Сухума и Москвы со странами Ближнего Востока и Африки. В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в контексте поддержания контактов Сухума и Москвы с ближневосточными и африканскими государствами. Существует перспектива реализации крупных проектов в сфере IT, в частности в трехстороннем формате Абхазия, Россия, Беларусь. Министр иностранных дел Инна Лардзенба обратился к абхазской молодежи по итогам встречи с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым. Обсудили очень большой комплекс вопросов и хотел с вами поделиться результатами этой встречи. Прежде всего договорились об образовательной поддержке нашей молодежи в сфере информационных технологий. Это чрезвычайно важно для накопления интеллектуального потенциала нашей молодежи в этой сфере. Как известно, информационные технологии пронизывают практически все сферы человеческой деятельности. И, конечно, кто будет преуспевать в прогрессе, в информационном прогрессе, будет преуспевать в целом в экономике, в социальной сфере, во внешней политике. Поэтому это направление крайне важное. И мы с министром обсудили возможности активизации международного сотрудничества в этой сфере. Кроме того, обсудили важнейший вопрос, связанный с реализацией совместных проектов информационных. Это связано с трехсторонним форматом нашей работы. Бхазские, российские, белорусские специалисты вместе будут прорабатывать информационные проекты. Поэтому, уважаемые друзья, если вы хотите стать IT-специалистом, учитесь в школе, но у вас есть такое желание, хотите учиться в профильном ВУЗе, либо же уже являетесь IT-специалистом и хотите реализовывать соответствующие проекты, то, пожалуйста, выходите на контакт с нами, давайте связываться. Это крайне важно. Уважаемые друзья, мы также с министром Шадаемым обсудили перспективу создания в Абхазии IT-парка. Это большая цель, большая крупная задача. Но для ее решения нам нужно подготовиться, нужны соответствующие специалисты, нужно привлекать наше общее внимание к сфере информационных технологий. Поэтому, если мы успешно сделаем первые шаги в этой сфере, то убежден в том, что мы добьемся результата и в большом деле. Очень надеюсь на то, что у нас получится установить с вами связь с перспективными специалистами в IT-сфере. Давайте быть на связи. Спасибо. В Сочи состоялось заседание комитета в органах внутренних дел приграничных регионов Абхазии и России. Руководители делегации обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ к пресечению противоправной деятельности лиц, занимающих криминальный статус в преступной иерархии, а также организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. Открыл заседание начальник главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин. Министр внутренних дел Абхазии генерал-майор милиции Вальтер Бутба, обращаясь с приветственным словом к участникам встреч, отметил, что Абхазия придает большое значение всестороннему взаимодействию с Российской Федерацией, а совместная работа правоохранительных ведомств двух государств, основанная на давней дружбе и взаимном доверии, приносит реальный профилактический эффект. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии приняли участие в семинаре в Сочи, на котором ознакомились с информационно-программными средствами единой автоматизированной системы таможенных органов России. Семинар организован в рамках программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Для сотрудников ГТК провели обзор функционирования пункта пропуска, рабочего места, а также функциональных возможностей информационно-справочной системы, применяемой таможенными органами России. Абхазские таможенники также посетили служебные помещения таможенного поста МАП «Адлер» и ознакомились с работой российских коллег с программным продуктом на пункте пропуска. В рабочей встрече также принимали участие разработчики программных средств, применяемых в таможенных органах России. Представители абхазской делегации обсудили с ними возможности применения данных программных средств таможенными органами Абхазии. 6 апреля в Общественной палате состоялось пленарное заседание, на котором были сформированы и утверждены 10 комиссий Общественной палаты и Совет Общественной палаты Республики. Мужчина был убит в Гагре. Убийство произошло в Гагре вечером в среду 5 апреля примерно в 21.00, сообщил спутник прокурор Гагрского района Беслан Пкин. Он уточнил, что в голову 36-летнего уроженца Гудауты Раджаба Анкваб, проживавшего в Гагре, выстрелили, когда он выходил из подъезда дома в районе Холодной речки. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 6 апреля в Президиуме Верховного суда Республики Абхазия должно было состояться заседание по гражданскому делу о надзорной жалобе истца Дмитрия Пагава к ответчикам Лейле Абуладзе и Джульетти Нанава. В исковом заявлении истец Дмитрий Пагава просит признать договор купли-продажи дома номер один по улице Абарба в городе Сухум действительным. В заявлении отмечается, что 12 июля 1992 года Пагава заключил договор купли-продажи данного дома с Лейлой Абуладзе и Джульетой Нанава. До начала рассмотрения по существу было озвучено заявление о самоотводе судьи Верховного суда Республики Ады Касланзе и заявление адвоката сторонных ответчика Эсмы Колбая об отводе судьи Верховного суда Тимура Тарба. Судьи удалились в совещательную комнату, после чего вынесли определение. Доводы заявлений о самоотводе судьи Касланзе и об отводе судьи Тарба, проверив материалы дела, произведем приход к следующему. В соответствии с частью 1 статьи 16 ГПК Республики Абхазия судья не может участвовать в рассмотрении гражданского дела и подлежит отводу, если он участвовал в предыдущем рассмотрении данного гражданского дела в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, помощника судьи, представителя, эксперта, специалиста, переводчика или свидетеля, являясь членом семьи, родственником или родственником супругов кого-либо из лиц, участвующих в гражданском деле, либо их представителей, лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе гражданского дела, высказывал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела. В соответствии с частью 2 статьи 16 ГПК Республики Абхазия судья не может участвовать в рассмотрении гражданского дела и подлежит отводу, если имеются иные непредусмотренные частью 1 данной статьи обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его объективности и беспристрастности. Указанные в заявлении судей Касланзия обстоятельства не могут расцениваться как вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности, в связи с чем заявление о самоотводе не подлежит удовлетворению. Заявление адвоката Колбая об отводе судьи Тарба подлежит удовлетворению. По стоку выраженное в особом мнении на постановлении президиума Верховного суда Республики Абхазия от 11 апреля 2019 года позиция судьи Тарба действительно может вызвать сомнения в его объективности и беспристрастности. На основании изложенного руководства статью 20 ГПК Республики Абхазия президиум определил заявление о самоотводе судей Верховного суда Республики Абхазия Касланзия оставить без удовлетворения. Заявление адвоката Колбая об отводе судей Верховного суда Республики Абхазия Тарба удовлетворить. Вам понятно принятое определение? На этом заседание Президиума Верховного суда объявляется закрытым. Отметим, что присутствие нашей съемочной группы на сегодняшнем заседании Верховного суда, как ни странно, вызвало шквал звонков в редакцию с вопросами о том, что в связи с чем и по приглашению к какой стороны судебного разбирательства мы освещаем данное гражданское дело. Редакция База ТВ официально заявляет, что информационная работа компании никогда не зависела и не будет зависеть от того, кто информирует редакцию о любом предстоящем событии в стране. Мы объективно освещаем события в республике, в том числе и различные судебные заседания. И никакие звонки не могут повлиять на содержание телевизионного репортажа. Мать-одиночку посадили в тюрьму, а ребенок остался без опекуна. Родители употребляют наркотики и не занимаются своими детьми. Ребенок пережил насилие со стороны близкого родственника и не может оставаться в семье. Как в таких случаях можно помочь ребенку? О необходимости создания кризисного центра для детей профильные ведомства говорят уже много лет, но его до сих пор нет. Почему? Разбиралась Надежда Боровикова. Государственная служба социальной поддержки детей и семей предлагает помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Служба работает при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Абхазии. В ней трудятся 33 сотрудника с отделами во всех районах Абхазии. Я могу сказать, что служба на сегодняшний день охватывает более двух тысяч детей, которые находятся под социальным сопровождением по разным причинам. Если есть неадекватная опека со стороны родителей, возможно ребенок ограничен в каких-то услугах, если нет доступа к образованию или, может быть, родители не считают нужным отправлять его в школу, если не получают какие-то пособия, нет документов. То есть, в принципе, любая уязвимость, которая присутствует. Социальные работники не оказывают материальную помощь и не делают что-то вместо родителей. Они выступают посредником между семьей и государственными учреждениями. Например, если многодетная семья не получает пособия, соцработник подскажет, куда нужно обратиться и какие документы собрать, проконтролирует процесс, но не будет заниматься этим вместо папы и мамы. Бывают случаи, когда ситуация в семье настолько тяжелая, что ребенка необходимо изъять из семьи. На протяжении последних трех лет у нас по статистике от 18 до 38 ребенка в разное время нуждались в устройстве, ну вот в альтернативном устройстве. То есть, возможно, это как приемная семья или, если был бы у нас кризисный центр. Но мы не рассматриваем формат детского дома на территории Абхазии. Это неприемлемые меры для нас в формате интернатного типа. Кризисный центр, в нашем понимании, это недолгосрочное, это на короткий период, максимум на 6 месяцев, потому что ребенок, попавший в кризисный центр, он не должен там задержаться. Задача, чтобы он вернулся в биологическую семью. Но если это невозможно по определенным причинам, то подбор усыновителей. В офисе детского омбудсмена тоже регулярно сталкиваются со случаями, когда ребенка необходимо где-то содержать на период оформления документов или пока длится суд по лишению родительских прав. Ну вот один из наших последних случаев, который у нас очень остро сейчас стоит, и мы его держим на особом контроле. Мать несовершеннолетнего ребенка находится в местах заключения, получается. И, к сожалению, складывается вокруг мальчика такая ситуация, что он не является гражданином нашей страны, и он, по сути, ему негде, некуда его, скажем так, поместить, некому за ним смотреть. Всем известны случаи, когда девочка малолетняя была оставлена в больнице, то есть получается абсолютно без какого-либо надзора. Это очень был острый случай, вот, это гражданка, малолетняя гражданка нашей страны. Как раз такой кризисный центр, он был бы идеальным вариантом поместить этого ребенка на время всех бюрократических моментов, оформления всех бумаг, и он бы там, как бы, за ним был бы должен уход. Из-за того, что кризисного центра для детей нет, а оставить ребенка на улице немыслимо, доходит до абсурда. Например, ребенок, чью маму посадили, живет у судьи, которая вынесла решение. Или сотрудник опеки не смог найти временное пристанище и забрал ребенка к себе домой. Иногда детей определяют в школы-интернаты, но они не работают по выходным. Детям приходится возвращаться в свои неблагополучные семьи, пусть и на два дня в неделю. Между тем, создание кризисного центра на 10-15 человек было бы достаточно для решения вопроса. Кризисный центр, в нашем понимании, это небольшой дом на 10-12 детей, где дети должны жить в формате маленького семейного дома. То есть они должны ходить в свою школу или в близлежащую школу, посещать дошкольные образования, иметь какой-то досуг за пределами кризисного центра, иметь возможность приготовить самостоятельно пищу при помощи кого-то из взрослых. То есть это должен быть такой формат семьи на небольшое количество детей, где они будут жить обычной жизнью, где у них не будет каких-то строгих ограничений. Еще один важный и чрезвычайно необходимый Абхазии институт временные приемные семьи. Мы в параллель кризисного центра видим в обязательном порядке развитие приемных семей. То есть это семья, воспитатель, который будет готов, который будет обучен. Мы сейчас занимаемся, Министерство социального обеспечения занимается созданием и нормативно-правовых документов, и также ведем определенную работу по информированию и даже по подбору таких семей, где семьи будут подготовлены, они будут обучены и должны понимать, с какими сложностями им придется сталкиваться. Помимо того, что предоставит жилье, будет опекать, то и в обязательном порядке нужно будет сотрудничать с структурами и для возвращения ребенка в биологическую семью. Возможно, будут ситуации, что и приемному родителю необходимо будет контактировать и с биологической семьей. Биологическая семья не всегда будет позитивной. Завершая работу в рамках шестого созыва парламента, депутат Алхаз Джинджолия пролоббировал выделение пяти миллионов рублей из фонда социального страхования на создание кризисного центра. Эти деньги не были освоены по назначению и не перешли в бюджет следующего года. Да, получается, у нас как раз была осенью того года встреча, в рамках которой как раз бывший депутат Алхаз Джинджолия рассказал об этом. И уходя, он нам дал направление, как дальше работать в открытии кризисного центра. Но вплотную никто не занимался лоббированием этого вопроса. Ведь это не только средства денежные, это и нужно обосновать. Это должна быть нормативно-правовая база не только данного кризисного центра, она не должна противоречить нашему действующему законодательству. То есть все детали должны быть проработаны. Да, эти пять миллионов были как бы выделены, но так как не было ничего подготовлено, никакой документации, вплотную никто этим не занимался, получается, они как бы не были использованы по целевому назначению. Весной 2022 года служба социальной поддержки детей и семей совместно с уполномоченным по правам ребенка создала рабочую группу по подготовке обоснования, устава, нормативных актов и формированию сметы на создание и содержание кризисного центра для детей. Государственного помещения для центра не нашлось, поэтому рассматривали вариант покупки частного дома. Содержание в год обошлось бы в 8 миллионов рублей, покупка и оснащение дома около 12 миллионов. Обращались к премьер-министру, несколько раз встречались с депутатами, осенью прошлого года вышли с окончательным предложением в парламентский комитет по социальной политике, но в бюджет 2023 года все равно не попали. На момент нашего обращения мы получили информацию, что финансовые средства, которые необходимы для первоначального открытия, они не предусмотрены в бюджете, поэтому, возможно, мы обратились позже, чем должны были бы, но мы не теряем надежду, мы понимаем, что в этом есть необходимость, и мы видим понимание со стороны руководства тоже. На этот год эта тема приостановлена, так как сейчас вопросы обороны, безопасности, они на первом месте, и большинство средств республиканского бюджета, как было нам сказано в парламенте, они направлены на это. То есть, к сожалению, финансировать такой проект в этом году точно не удастся. Если в 2020 и 2021 году основные финансы шли на борьбу с ковидом, то сейчас на первом месте оборона. Оно и понятно, положение в мире нестабильное. Остается надеяться, что в следующем году не появятся еще более важные непредвиденные расходы, и кризисный центр для детей будет создан. Надежда Боровикова, Сосрква, Гуха, Абаза ТВ. 5 апреля продовольственная сельскохозяйственная организация ООН в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» провела лекцию студентам агроинженерного факультета на тему «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов» в АГУ. Эта тема является дополнением к основному курсу. На данном факультете специалисты проектного офиса ООН в Сухуми подготовили полезный материал, который касался программы обязательных предварительных мероприятий, системы ХАСП и ее принципов, выявления рисков и мониторинга. ООН всячески поддерживает получение новых знаний в рамках сельского хозяйства. Основная цель данного мероприятия – рассказать студентам о существовании определенного ряда требований, которым должно соответствовать пищевое предприятие, чтобы гарантировать, что произведенные продукты являются безопасными и высокого качества. Это обязательная лекция перед тем, как мы перейдем к практическим занятиям. По сыроварению рассказал глава проектного офиса ФАО в Сухуме Владимир Кокарев. Студенты активно вовлечены в процесс получения новой для них информации и задавали различные вопросы по безопасности продукции. Торговый представитель Республики Абхазия в России и председатель Попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии Олег Барцыц принял участие в работе Межгосударственного совета стран СНГ по конгрессной и выставочной деятельности. Подробности в репортаже наших корреспондентов. 5 апреля в Москве на ВДНХ состоялось заседание Межгосударственного совета СНГ по конгрессной и выставочной деятельности. В работе заседания приняли участие представители стран Содружества независимых государств, органов государственной власти Российской Федерации, правительства Москвы, дипломатических миссий стран СНГ и журналисты. Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в различных форматах, а также потенциал интеграционного взаимодействия. В своем выступлении в ходе заседания Олег Барциз подчеркнул, что несмотря на то, что Республика Абхазия не является де-юры членом СНГ, она несомненно неотъемлемая часть постсоветского евразийского пространства. Для нас очень важно принимать участие в форматах, которые проходят на пространстве Евразийского союза, на пространстве стран СНГ, постсоветского пространства, поскольку Абхазия считает себя неотъемлемой частью и очень органичной частью этого единого пространства. Все процессы, которые протекают на евразийском и постсоветском пространстве, я думаю, со временем эти процессы будут также, в эти процессы будет также интегрирована и Абхазия. Для этого мы обладаем всем необходимым потенциалом. Значимую роль в достижении этой цели играет наличие такого важного инструмента, как культурно-выставочный торговый павильон на ВДНХ. Олег Барцыц отметил, что предстоит масштабная и комплексная работа по созданию позитивного образа Абхазии, продвижению национальной продукции на рынках стран СНГ и популяризации самобытной абхазской культуры. В ближайшее время мы формализуем наши отношения и с Московской Абхазской диаспорой, и с Всемирным Абхазо-Абазинским Конгрессом, чьи команды очень талантливые, очень мобильные, динамичные, они проводят огромную работу по популяризации нашей страны, по сохранению нашей культуры, традиций. И поэтому такая площадка, как национальный центр Абхазии на ВДНХ, на самом главном выставочном, культурном, историческом пространстве Российской Федерации, Москвы, разумеется, для нас имеет большое значение участвовать в работе на такой площадке, на такой интеграционной площадке, которая имеет огромный потенциал для популяризации нашей республики, для того, чтобы как можно большее количество людей, и россиян, и иностранных граждан, и гостей столицы узнали о том, что такое Абхазия, как она развивается, о том, какие чаяния и устремления у ее народа. Для нас это составляет самый главный содержательный смысл нашей работы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реставрация павильона, где будет расположен Международный культурно-деловой центр Абхазии, завершится уже этой осенью. Марьяна Котова, Абаза ТВ. В Южной Осетии накануне состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Абхазии. Освещают Дни культуры в своих репортажах наши коллеги из средств массовой информации Южной Осетии. Торжественная церемония открытия Дней культуры Абхазии прошла в Государственном драматическом театре. Посол Республики Абхазия в Южной Осетии Алан Албакиев поприветствовал гостей. Мы много очень говорим о дружбе, о братстве. Корни наших отношений уходят в глубокую древность. Но все эти чувства, эти отношения надо постоянно поддерживать конкретными делами. Думаю, то, что произойдет сегодня, здесь, завтра, все эти яркие выступления станут еще одним важным шагом на пути укрепления и развития наших поистине братских отношений. Министр культуры Рада Загоева отметила, что зрители ожидают яркие культурные мероприятия. «Мы встречаем не гостей, мы встречаем братьев. Нас объединяют годы дружбы», – подчеркнула Загоева и выразила благодарность министру культуры Абхазии Дауру Кове за сотрудничество. Мне особенно приятно сегодня в очередной раз приветствовать наших абхазских братьев на благодатной, продушной земле Южной Осетии. Я хочу выразить большую благодарность своему коллеге Дауру Вадимовичу Кове, министру культуры Республики Абхазия за его инициативу, за его желание, готовность к сотрудничеству в сфере культуры. Вот все его шаги направлены на то, чтобы еще больше сблизить два наших народа. Министр культуры Абхазии Даур Кове отметил, что сегодня абхазские творческие коллективы подарят частичку своей культуры юго-осетинскому зрителю. Очень надеюсь на то, что теплота наших сердец, она обогреет эти два дня вас, всех присутствующих. Министр также зачитал послание от президента Аслана Бжания. Уважаемый Алан Эдуардович, сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием Дней Абхазской культуры в Республике Южной Осетии. Народы Республики Абхазия и Республики Южной Осетии на протяжении сотен веков и по сегодняшний день сохранили свои жизненные уклады, традиции и самое главное – дружбу между нашими народами, которая была завещана нашими предками. Дни Абхазской культуры открылись спектаклем «Третий день войны» Государственного молодежного театра, поставленным под руководством народной артистки Абхазии Софой Агумаа. У Южных Осетин и Абхазов одна боль на двоих, одна незаживающая рана на страницах истории двух народов – война. Прямо сейчас на юго-осетинской сцене представлен спектакль «Третий день войны» в рамках Дни Абхазской культуры в Южной Осетии. А тем временем сценическая реальность вынуждает зрителя переживать непередаваемые словами эмоции. Юго-осетинскому зрителю настолько близка тема войны, что сегодняшняя постановка стала порталом в то тяжелое военное время, когда грузинские агрессоры не щадили ни женщин, ни стариков, ни даже детей. Дни Абхазской культуры в Южной Осетии завершатся завтра праздничным концертом. Марьяна Чочиева, Рауль Кочиева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В дни проведения Дней культуры Абхазии в Южной Осетии на база ТВ мы транслируем программы о культуре братского осетинского народа. Горцы издавна выражали в танце свои чувства, отношения к миру. В духовном наследии осетин танец занимает особенное место. Истории известных современных танцоров, их взгляд на национальную хореографию в программе «Истории жизни», которую вы можете увидеть в нашем сегодняшнем эфире. С 7 по 10 апреля на сценах Московского театра Эцетера и Центрального и Театра Центра на Страстном состоятся гастроли Государственного русского театра драмы имени Искандера. Откроет гастроли 7 апреля в Театральном центре на Страстном постановка Элины Одинцовой «Софичка». Рассказ о любви, верности и прощении по мотивам повести Фазиля Искандера. Уже на следующий день гастроли продолжат спектакль Марии Романовой. Радость вопреки всему, в основе которого поэтические и прозаические тексты Федерико Гарсия Лорки. 9 апреля московские зрители смогут увидеть два спектакля театра. Постановку Антона Корнилова, рассказ «Мула Старого Хабуга», являющуюся увлекательным юмористическим путешествием по истории Абхазии 20 века, а также работу Джамбула Жартания «Последний из ушедших» по одноименному роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Завершатся гастроли 10 апреля на сцене Московского театра постановкой Артема Устинова «Солярис», наполненной невероятной визуальной красотой, а также напряжением настоящего триллера. Мы продолжаем совместный проект первого мобильного оператора Абхазии, компании «Аквафон» и «Абаза ТВ». Это обновленная версия документальных фильмов BBC «Планета Земля». Образовательный видеопроект о живой природе. В рамках проекта на «Абаза ТВ» будет показано 7 документальных фильмов о малоизученных уголках нашей планеты, богатейшей флоре и фауне, невероятных по красоте пейзажах на абхазском языке. Это проект, снятый BBC в режиме сверхскоростной съемки в обновленном формате. Фильм третий «От полюса до полюса» смотрите на нашем канале в пятницу 7 апреля. Спорт. Команда по футболу Республиканской детско-юношеской спортивной школы «Игр» стала победителем детско-юношеского турнира «Лига юных чемпионов». Об этом сообщает пресс-служба Госкомспорта. Турнир проходил с 31 марта по 6 апреля в городе Сочи. Абхазская команда провела 6 матчей и во всех одержала победу. Сейчас о погоде. В пятницу 7 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность ночью и утром. Местами возможен дождь, туман, днем без осадков. Атмосферное давление в норме будет понижаться. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 12 до 17. Температура морской воды 10 градусов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин